Здарова! Сейчас я очень коротко расскажу, в чем разница между RGB и DRGB подсветкой. Поехали! Итак, подопытным у меня сегодня будет водоблок от EK Quantum Velocity подсокет M4 с обычной RGB подсветкой. Я на него делал обзор, вот аннотация, посмотрите. Ну и так как я недавно делал заказ у EK, заказал там новый водоблок на видеокарту, я как бы в нагрузку заказал еще и пластину до старого водоблока на Proz. С DRGB подсветкой. Ну и давайте их сравним. На обычной RGB подсветке видно, что светодиодов больше, но они по размеру меньше. А на DRGB светодиоды больше, но их количество меньше. Я их сравнивал по светосиле, так визуально то разницы никакой нет. Есть только разница в том, как они воспроизводят цвет. DRGB это адресная светодиодная подсветка. То есть в DRGB подсветке программа, которая управляет подсветкой, может управлять каждым светодиодом отдельно, независимо от других светодиодов. А в обычной RGB подсветке эти все светодиоды светят одним цветом. То есть тут весь как бы водоблок, ну эта пластина светит одним цветом. А в DRGB каждый светодиод он независим. В каких режимах вы это можете заметить? Первый режим это радуга. То есть в обычной RGB подсветке весь, как бы вся пластина светит одним цветом с переливанием. А в DRGB радугу видно. То есть каждый светодиод имеет свой отдельный цвет. Также, допустим, разные стратоскопы или рандомные цвета. В этих всех сценариях DRGB выглядит реально круче. Ну, а если вы включаете обычное переливание цвета по всему водоблоку или статичный цвет, то разницы вы не заметите, где какая подсветка. В чем еще есть отличие? RGB работает от 12 вольт, DRGB работает от 5 вольт. В обычный RGB коннектор на 4 контакта, в DRGB на 3 контакта. То есть вы не сможете установить DRGB в RGB разъем, так как тут отсутствует пин и вы тупо физически не вставите его в разъем. А RGB вы можете вставить в разъем DRGB, но он работать не будет, так как там совсем разные вольты и провода работают вообще по-разному. То есть самое главное отличие в работе это то, что DRGB это адресная подсветка, в которой каждый светодиод независим, а обычный RGB это обычный RGB подсветка, в которой все светодиоды светят одним цветом. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, то пожалуйста в комментарии я вам на все отвечу. Ну и скажите, как вам такая рубрика, стоит ли развивать такие короткие видео на канале или нет. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. До скорого!